Ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Приготовила себе такой ужин, как в Париже. Сейчас расскажу. Сварила кечевицу с картошечкой, макарошки, немножко соль, немножко посолочного масла Каролина, майонез, кетчуп, горчица. Сейчас буду кушать. Оно ш讲. Погода совершенно шикарная, совершенно шикарная. Ни жарко, ни холодно в Санкт-Петербурге, погода совершенно шикарная, еще растол, овощной, мочечевица, так что вот, сейчас все это я размешаю. Санкт-Петербург 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 уксус такое и в соус я обычно знаете такой делаю для картошки макарошек немножко посолочного масла муж конечно оливковое вот это немножко посолочного масла немножко виноградного уксуса вот немножко майонезе к горчицы как говорится кетчупа еще в принципе чесночка я ваще кладу ну делаю такой соус я в америке любила покупать такой органик соус ну для салата с чесноком нам сюда еще нужно чуть-чуть уксуса кстати машина сбербанка государская машина сбербанка как-то она я даже знаете неожиданно она подъехала эта машина я в принципе не очень смотрела сейчас смотрю стоит некрасаторская машина сбербанка вот такие вот дела а какой сегодня наряд у меня был такая была в шляпе в черном наряде такой эксклюзив кстати мой ноутбук не записал там пятеро мужчин отдыхали восточной национальности я вам расскажу они что-то спросили они хотели быть они наверное хотели быть звездой вообще ютуба у меня спрашивали вы меня вы нас записываете мне она сказала да у меня спросил записываю я их или нет мне кстати мужчина сказал что он не возражает они очень мило постригают травку на газоне около этой электрической будки кстати кстати я не знаю насколько полезно иметь вообще окна здесь наверное по большую нужно как-то это защищать вообще видите у меня же перед балкон квартира и перед ней это электрическая электрическая водка какая она большая это аккумулятор не аккумулятор или что это такое почему она такая большая у меня мое окно прямо на нее выходит ну что машина мужчина уже вышел на носил что странную машину я сам покажу вот они отъезжать я вам покажу машина уже отъезжает они лихо приехали лихо сейчас это поедут ну сейчас им сити драйв уступит дорогу или они уступят все они там разъедутся они там разъедутся очень уезжают сбербанк очень кушаю такие вот дела сейчас еще уксуса немножко этого уксуса подолью сейчас секундочку ай и 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 Продолжение следует... 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 Давайте о пришествиях. Давайте я вам расскажу так, даже, знаете, если жить в Петербурге, я здесь родилась, в Ленинграде, всю жизнь живу вот в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, кроме 4 года жила в Америке, а так вот здесь, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Спасибо за просмотр! Это была совершенно другая атмосфера. Вот я же вам рассказывала, я только тут больше пяти лет искала себе иностранного мужа с моих двадцати, примерно, шести лет, до тридцати. Вот. Вот такие вот дела. И многие мужчины приезжали, иностранцы, сюда, в Санкт-Петербург, встретятся. И знаете, когда вот уже, вот красиво, знаете, вот красиво оделась, накрасилась, понимаете, такая вот уже, да, в центр. В центр едешь, ну, в принципе, даже на автобусе, на метро, вот там на Невском выходишь, Гранд-Тель Европа. Там уже, знаете, другая, в принципе, атмосфера и обстановка. Вот. Около Гранд-Тель Европа. Ты знаешь, потому что такая красивая, вы уже знаете, Гранд-Тель Европа, там такой иностранец, ну, как говорится, плюс-минус, ну, в общем, да, иностранец, который соглашает этот старан. Так что вот. И обычно они приезжали на несколько дней. Шикарный ресторан, шикарное обслуживание, приятная беседа. Потом домой, сюда на такси. На следующий день там, не знаю, там, например, там или в Эрмитаж, или там в Петергоф ездишь, после Петергофа тоже хороший ресторан. По центру Петербурга гуляем, какие-нибудь там шопы, ну, вообще, по Эрмитажу, по Русскому музею. Просто я так, как говорится, такая у меня культурная программа была для иностранцев. Просто, знаете, это другой уже Петербург, это не спайный район, это не комендантский проспект. Вот. Это не вот эти вот, не типовые дома. Много. Много. Продолжение следует... 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 билет на метеор для иностранцев дороже так дешевле билет там сразу в парк покупаешь билет в парк и последний там не тёрдами уходит на пол седьмого вечером или насколько там уже в 7 часов точно не помню и обратно мете причаливает причаливает прямо к армитажа да такой водный транспорт очень удобно кстати и что в центр обратно приезжает мы видим как раз время такого ужина в ресторане еще мы видим вот вот и за и в и в в в Ну и так, конечно, можно съездить. Ну, в принципе, если так вот ехать, ну, здесь, знаете, на автобусе, на метро, там тоже на чем-то до Эрмитажа, покупать билеты на Метеор, потом там это билеты в парк, потом билеты во дворец, потом это обратно. То есть, на самом деле, как говорится, если еще там кушать в кафе. Ну, в общем, если самому, знаете, самим так ехать, это, в общем, как бы, ну, нужно быть при деньгах. Так что, вот, ну, конечно, не шикарные, по типу, там, до ресторана, но все равно. А если посчитать, что это на семью, да, несколько человек туда приехать. Билеты на Метеор, там билеты в парк, билеты во дворец, потом там покушать в кафе, потом обратно, до центра. Купить мороженое, прогулять там по набережной. Ну, не знаю, в этом, во всем, знаете, как-то вот, там вроде, на этот Метеор, там вот это вот гуляешь. Хотя, знаете, там может быть такая очередь в этот дворец, где там, и обратно очередь на Метеор ждать. Если считать, что это какой-то VIP, то все это VIP смажет эта поездка на метро, на маршрутке или на автобусе, в общем, как-то так. Получится просто такая дорогая экскурсия, в принципе. А если подумать, можно ли такую экскурсию заменить виртуальными? Ну, посмотреть по интернету, на ютубе. Заменить виртуальные, посмотреть просто на ютубе, там этот Метеор, потом посмотреть парк, как там этот парк выглядит в Петергофе, по Петергофскому дворцу. Заместирую этот тур тоже в этом парке, ну, в парке, а, на этом, на ютубе. Здесь все лишь надо, чтобы подключение к интернету. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, мы на такую экскурсию ездили с Харальдом и с его мамой. Он же приезжал сюда, он же приезжал сюда со своей мамой. Я даже не поняла, как его и с мамой вообще очутилась. Правильно вот я помню? Я точно помню, что мы тогда в Диснейленд. В Диснейленд ездили втроем. Я, он, и его мамой. Видите, она была такая, достаточно похожа на эту, на Эстеуданский, если так можно выразиться. И невысокого роста такая. Дисней Диснейленд. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...